Всем привет, дорогие друзья! Вы на игровом канале Gambit Games и мы возвращаемся в PS20. Карьера за игрока, за Дмитрия Десяткина, который выступает за футбольный клуб Интер. Ну что, ребята, у нас настала пара матчей за сборную. Впереди у нас Голландия, Хорватия. Посмотрим, как справится сборная России Дмитрий Десяткин, в частности, с этими серьезными соперниками. Обязательно ставьте палец вверх, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Авгазинский, Кучаев, Головин, Миранчук и Дмитрий, собственно, Десяткин. Десяткин, Десяткин, вот, просит передачу Дмитрия. И, ох, как пробил-то, слушайте, внешней стороны, стороной стопы, шведой, так сказать. Устремляется Дмитрий, ждем поддержку, она будет. Вот, неплохо, передачка. Миранчук пробить! И Миранчук не забивает, даже не попадает в створ. Десяткин сыграл, еще, ой, Десяткин устремляется. Отдал пас на Головина. Что это за передача? Пробить и все-таки наносит удар Миранчук. Сборная Россия уже пару ударов-то было неплохо. Дмитрий поставил корпус, тащит мяч Дмитрия на замахе. Передача, Фернандес. Ноги штрафную. Хорошая передача, Дмитрий Десяткин. Десяткин. Тащит мяч Десяткин, он сразу начинает его там преследовать. Трое на Дмитрия. Головин. Головин с мячом. Десяткин. И пробить Дмитрий. Да, бьет. Прямо в голкипера. И Дмитрия Десяткин наменяет Федор Чалов. Так, ну что, давайте посмотрим. Как будет складываться уже матч без нашего героя. Главного героя этой карьеры, конечно же. Джастин Клювер. Неплохое подключение. Клюверт. Наверное штрафную. Ну, здесь спокойненько голокипер. Сразу сильно выбивает. Побороться с Лан Дейком. Это, конечно же, такое, знаете себе, дело. Джастин. В центре поля голландцы. Моментов не было. Моменты все, в принципе, ребят были в первом тайме. Лан Дейк. Так, ну. Клюверт там опять потерял мяч на фланге. Пошли замены. Один из братьев Миранчуков ушел. Один вышел. Вышел Смол вместо Кучаева. Рабен ушел. Ну, что-нибудь. Ну, можно же что-нибудь придумать. Какой-нибудь, не знаю, хотя бы момент во втором тайме. Потому что ни у той, ни у другой команды. Вообще моментов не было во втором тайме. Головина уходит. Вместо него Сулейманов. Голланд, спокойно перекат. Тут мяч на своей половине поля. И пошел сильный заброс. Ошибка. Чалов. Чалов тоже ошибается. Ну, честно, очень скучный матч. Я даже, наверное, его как-то комментирую, да? Скучно. Депай. Вот сейчас был неплохой момент. Кстати, я думал, Мэфис пробьет. В концовочке могли отличиться голландцы. Нулевая ничья. Скучнейшая игра. Еще раз повторюсь. Так, ребят, ну что? У нас следующий матч. Товарищеская игра с хорватами. Давайте по изменениям у сборной России. Ну, честно, я их не вижу. Что тут у хорватов? Кого можно выделить? Перешич, Перешич, Манджукич, Модрич, Куватич, Ракитич. Не, ну центр поля всегда, конечно, был прекрасен у хорватов. Вот даже сейчас, да? Ракитич, Куватич, Модрич. Вообще великолепные ребята, великолепные футболисты. Все, готов к матчу. Поехали. Сборная России, сборная Хорватии. Дмитрий Десяткин в старте. Но, а что толку? Если у нашего парня стаминчик-то, стамина-то... Вот, хороший навес Дмитрий мог и забивать. Так вот, друзья, сам себя перебил. Стамина хромает. У нашего парня, у нашего хорварда. Хороший был момент. Головин, молодец, Саня. Да, если бы немножко в угол, был бы гол. Ну, если бы до КБ, сами знаете. И будет угловой. Головин у мяча. На верх штрафную. Десяткин поборолся, по-моему, выиграл даже эту борьбу. Ну, раздосадово там, яростно прям. Будет еще один главой. На верх штрафную. И пробили. Хорошо, как пробили. Забиваем. Забивает сборная России. Это Миранчук, да, если я не ошибаюсь? Да. Алексей Миранчук. 1-0. Все-таки дожали хорватов. Сразу. Взяли. Так сказать, быка за рога и открывают еще сборную России. Давайте посмотрим. Головин, великолепная подача. Миранчук, на самом деле, я удивился, что защитник, или это, по-моему, был Ракитич, никак не отреагировал там на штанге. Ну, это их дело. Пошел туда. Заброс неплохой. Кстати, неплохой. Дмитрий будет бороться. Дмитрий первый. Дмитрий. Десятки. Ой-ой-ой, как он тут же отобрал. На самом деле, честно, ребят, хотел пробить именно Дмитрием в дальние. Если было бы два центральных нападающих, там был бы второй нападающий. Открывался. Пример у Чалов. Конечно бы я ему отдал передачу. А там из глубины забегали. Ух ты. Ну, это что-то... Из каратэ. Десятки неплохо поборолся. И удар в дальние. Удар какой-то, мягко сказать. Не лучше получился у Дмитрия. Сам отобрал мяч. Поспешил. Хоррор сборной России. Там еще, по-моему, Миранчук открывался. Ну, да ладно. В момент был. Дмитрий десятки. И пробить издали. Попадаем в игрока. Еще передачку. Передачку. И там Дмитрий, Дмитрий побороться. Ну, что же там закатаваяся какая-то между защитником и голкипером. Неразбериха была. Опять попали мы в игрока. Очень обидно, неприятно. Хочется побольше забивать. Именно за сборную России. Нашу нападающую. Хорошая передача, Манджукич. 1-1. Великолепный гол. Вот здесь давайте посмотрим. Прям на линии, да? Овсайда все это было. Все это происходило шикарно. А, нет. Большой привет 15-му номеру. Кто там в защитнике, я не знаю. Кстати, вот и меня. Это нашего Десяткина. Выходит Чалов. Кучаев. Хорошая передача. Чалов неплохо сыграл. Тут же отобрал Федор Чалов и пробил-то неплохо. Неплохо Федя вошел в игру. Сам для себя создал момент. Сам ударил. Жаль, что не забил. Ну да ладно, уже Манджукич там прорывается. Капитан команды Хорватии. И сразу тут нагружает, нагружает Федю. Но он свеженький. Можно и понагружать этого пары. Берешич, Манджукич, Ракетич. Начинают потихоньку Хорваты прижимать сборную России. Ох, как развернулся. Еще и пас умудрился отдать. Ватич. Ракетич. Ну что, что-нибудь придумают. Манджукич вставит корпус. Неприятно, что сборная России прижимается. И с такой же хорошей, шикарной полузащитой. С центральными полузащитниками особенно. Хорваты могут контролировать мяч до бесконечности. Манджукич развернулся. Прям под удар. По-моему, Брикало, да? Наносил удар. И будет угловой. Куча выходит вместо него. Смолов на ее штрафную. На подборе. Головина там, конечно. Оттеснили спокойненько. Замены там у Хорватии. Выбить, выбить-то надо. Ну что такое, что за нелепые выносы. Вот здесь Манджукич. Еще один удар. Селихов на месте. Одну минуту добавил главный арбитр. Выходит Брозович. Кстати, с хорошим поставленным ударом. Мы вот знаем, конечно, за Интер. С десятки на мани в одной команде. Все, надо выбивать. И матч завершен. 1-1. Дмитрий, конечно, невнятно провел эти два поединка за сборную. Ну что, ребят, давайте быстренько по составу. Что тут у Ювентуса? Центральные защитники. Ругани. Деликт. Ммм, странно. Я думал, будет Квеллини, например. Сандро, Джанхи, Диро, Бентакур. Матьюиди, Криштино, Роналду, Дублас, Коста и Манджукич. Уинтер. Ханданович, Шкриньяр. Так, ну понятно, здесь по центральным защитникам. Борелло, Санчет, Политано, Мартинос и Дмитрий Десяткин. Вот это самое главное. Давайте уже приступим. Добро пожаловать на футбол, ребят. Это Джузепо Мяцца. Или Сан-Сиро. Интер-Ювентус. Ювентус. Центральный матч Тура. Два капитана на ваших экранах. Криштино, Роналду и Годин. Эти ребята, кстати, встречались. Но только в Ла-Лиге. Один играл за Атлетика Мадрид. Другой за Мадридский Реал. Туринская команда тоже неплохо выступает. Находится на второй строчке. Только по дополнительным показателям. Интер опережает Ювентус. Дмитрий Десяткин сегодня в стартовом составе. Неплохо, в принципе, выступает за Интер. Я думаю, что Димка сегодня должен забить. Ну что, все готово. Поехали. Ну что, все готово к матчу. Поехали, ребята. Отличная была передача для Десяткина. Так, мы здесь неплохо сыграли. Санчес. Да, лучше сохранить мяч пока. Да, остановите вы Маджугича. Он просто крадется там. Поставил свою спину и все, и крадется. Больше ничего не делает. Вот, на Мартинеса. Мартинес убегает Деликта. Да, шикарный подкат в исполнении голландца. Просто я аплодирую стоя. Десяткин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это, конечно, ругание. В больничку мог так отправить футболисты сборной России. Получает желтую карточку. Тут как бы без сомнений все. Давайте посмотрим. Вот здесь убегает Дмитрий. Ох, полет такой интересный получился. Может быть опасный штрафной. Ну пробей. Ну нужно, Брозович. Когда-нибудь ты забьешь. Удар и все-таки он забивает. Аллилуйя. Брозович забивается. Штрафного. Очень много раз он пробивал. Всегда в основном попадал в стенку. Но сейчас Харват забивает. Забивает. 1-0. Прекрасно. Бентакур. Роналдо. Ой-ой-ой. Сейчас там он и пробьет. Он и пробивает. Ух. Опасно было. Опасно. И будет угловой. Криштиан Роналдо в мяча. Я думал он будет таким... Штрафной. На ее штрафную. Кто на подборе? На подборе будет Сандро. Еще один навес. Десяткин. Передача от Дмитрия. И побежали в контратаку. Десяткин. Удар в ближний угол. Безобразный просто удар. Просто... Почему не пробил я в дальний? Я не знаю. Об этом будет футбольная история. Ребята умалчивают. Еще один удар. Вот здесь было поопаснее. Это слева уже наносился. Штрафной удар. Ребят, не знаю. Буквально за 15 секунд два момента было у Дмитрия. Почему пробил в ближний? Еще раз повторюсь. Роналдо. Шкриняр. Поборосся, Шкриняр. Ну что такое? Брозович пришел на помощь. В итоге заработал угловую. Штрафной удар. Разыграли. Сандро. А Сандро-то уже подустал на ее штрафную. Сейчас еще Маджукич пробьет. Ой, какой момент. Какой момент. Что творит? Что творит Канданович? Ладно, уже там забил с третьей попытки. Это Бернарденский. Такого я еще не видел, друзья. В Пейси такого я не видел. Если бы он достал третий. Просто уже голкипер находится в воротах. И он отбивает. Да. 1-1. Была там и концовочка. Слушайте, ребят. Еще раз повторюсь. Такого я еще не видел. Да, у нас. За нас играли такие голкиперы в наших карьерах. Там как. Куртуа. Да, там. Лунев они там выручали. Да, там. Многих мы видели. Но вот такого еще раз. Ну это просто космос какой-то, ребят. Да, он бил в ближний угол, где находится голкипер. Но это мое сугубо личное мнение. Если бы он все три удара спас. Вытащил. Он просто, просто. Он и то не забил. То есть он в голкипера попал. Просто Конданович уже был в воротах. Валялся уже от удара в эти полуметы. Решили разыграть. Но ты иди. Отлично. Санчес. Все, ребят. 1-1. На самом деле, мне кажется, это все-таки закономерный результат. Потому что Юветус тоже неплохо в итоге атаковал в конце второго тайма. Но все уже. Вот сейчас неплохо, да, выглядит турнирная таблица. Рома, Наполе, Итер, Юветус, Милан, Лацо. Как говорится, почти все на своих местах. Обычно Юви там отрывается и все. Так, ребят, ну что у нас четвертый заключительный матч серии в рамках Лиги Чемпионов. ЦСКА на Бабарине будет принимать Миланский Интер. Давайте быстренько по составу армейцев пробежимся. Чалов, Сантос, Флашечку, Чаев, Обряков, Дзагоев. Так, Васин, Дивея будут центральными защитниками. Игорь Экинфеев. Все готово к матчу. Поехали. Чалов упускает. Артинес. Десяткин. Ой-ой-ой-ой. Хорошая, может быть, передача. Еще на ближнюю штангу Дмитрий. Все-таки забивает Дмитрий. Забивает. 1-0. Пятая минута матча Дмитрий Десяткин. Давайте посмотрим. Вот здесь Мартинеса. Мартинеса я сначала не понял, куда дал передачу. А здесь набегал. И вот здесь, мне кажется, все-таки ошибка Кельфеева. Не такая ужасная, как у Дехея. Помните, с Уотвардом они играли. Но все же. С Упора наносился удар. Ну не, не ошибка все-таки. Не ошибка. Я скажу так. Игры просто не повезло. Десяткин отдал передачу. Сразу же побежал открываться Дмитрий. Неплохо. Убегай, Дима. Удар в дальний. Там, может быть, будет добивание. Решили разыграть. Наверх штрафную. Десяткин неплохо. Одним касанием освободился. А вторым делает уже дубль. Двенадцатая минута матча. Вот так вот. Слушайте, ну прекрасно все у нас складывается. Вот здесь не повезло немного защитнику. Вот здесь отлично. Все сделал великолепно. Одним касанием освободился. А вторым уже пробил в дальний. Десяткин. Еще Дмитрий. Поставил корпус. Не дают пробить. Нарушение правил фиксирует арбитр. Сейчас это шанс для Брозовича. Я, кстати, не помню. Он есть у нас? Сейчас нет. Нет. Да, да. Брозович бьет. И забивает во втором матче подряд. Три ноль. Великолепное исполнение Хорвата. Как бы без комментариев. Десятки. Поставил корпус. Весино. Санчес. Хороший. Да, ближнюю штангу. Ух, как опасно было. Мартинес. Пробивал. Я думал, даже к створу ликит мяч. Хорошая передача. Десяткин. Сильный удар. Можно было и дальний проверить. Хороший был момент. Дмитрий убегал. Игорь Акифеев на месте. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь, по-моему, это Боррелла. Да, отдал передачу. И Дмитриев. Десяткин. Вот, неплохая передача. Брозович. Еще передача. Калитанов. Десяткин попросил. Брозович. И дальний удар. А вот если бы тоненько сыграл Хорвата и отдал бы на десятки, но он дальше там открывался и бегал между игроками. Было бы еще опасно. Мартинес уходит. Отличная передача. Еще. Пробить. Голокипер достает. Акифеев достает. А вот Дмитрий Десяткин не успевает. Был потрясающий момент у Интера. Отличная передача. Отличная передача. Вот здесь неплохо. Еще. И забивать. Я уже думал мяч в воротах, ребят. Я думал мяч в воротах, честно. Великолепная была комбинация. Что? 3-0. Разгром в Москве. Вот так вот. Дубль Десяткина. Ну что, друзья, вот и завершается очередная серия за Дмитрия Десяткина. Начали мы, конечно, не лучшим образом. Матчами за сборную. Все-таки я считаю, что это стамина. Он не бежать не может. Ну ладно, вы сами все видели, что говорить. Но в конце оформили дубль и с Ювентусом играли в принципе неплохо. Обязательно ставьте палец вверх. Чем больше лайкосов, тем быстрее выйдет следующая серия за Дмитрия. С вами был Гамбит. Всем пока. Мы увидимся совсем скоро.